привет друзья сейчас покажу вам одно видео которое на самом деле бросает в дрожь от того что там происходит в этом видео и небольшое превью вам спойлер сделаю скажу что ненависть к ублюдкам мерзавцам которые нас обворовывают которые просто вот уже в печенках сидят я сейчас тоже небольшой спойлер и сразу потом перейдем к видео я сейчас очень сильно рассматриваю не знаю пытаюсь сдерживаться так как у людей все еще есть оптимизм но мне хочется очень сильно высказаться по поводу того что творит за команда думаю скоро скоро разражусь я имею ввиду словами окей погнали короче такая ситуация вот настолько люди ненавидят коррупционера шпенова который раз за разом покупая людей становится депутатом и продолжает всех по мнению этих же людей обманывать настолько сильно они ненавидят что встретили старушку которая возможно продала свой голос а быть может и нет но получила от шпенова подачку ну то есть вы представьте себе масштабы они воруют миллиардами но дают продуктовый набор там макарошки какие-то и не знаю что еще посмотрите сейчас в ролике сами все увидите и вот люди подходят к этой старушке и начинают типа что вот как тебе не стыдно почему ты продалась продала свой голос то что было дальше повергает в шок сами убедитесь тут а дмитрий шпенов опять выдает продуктовые наборы женщина расти а вы получили продуктовый набор только что дмитрий шпенова а что там у вас как обычно да макароны вам не стыдно подскажите вам не стыдно брать это все у регионала вы понимаете что он коррупционер а вам что пенсии не хватает нет мне не хватает ну так можно подрабатывать где-то еще там продуктов я понял вас просто нет желания да ну сколько там за сколько он покупает ваш голос а ну виталий посмотри что там в пакете не что там макароны ну так передавайте передавайте привет и дмитрию шпенову не трогайте не трогайте передавайте привет и дмитрий шпенов я не знаю конечно старушек безусловно жалко жалко что так происходит и жалко что они оказываются в такой ситуации однако друзья мои нет действий без последствий без действия в свою очередь тоже какой-либо какой-никакой но действие то есть если старушка позволила стране развалиться я не имею ввиду сейчас ее стране в которой прошла его молодость имею ввиду стране в украине независимой если она молчала там голосовала за кровчуков кучам за вилкулов за всю этот не знаю как сказать чтобы просто сейчас на ю тубе ввели новое правило нельзя материться иначе типа будут могут быть проблемы поэтому не знаю как сказать в общем вы поняли за всех коррупционеров которые разворовывали нашу страну на голосовала она не ходила не знаю на майдан и не протестовала потому что ну тогда это не модно было не знаю почему и сейчас она своим бездействием и бездействием ее поколение может какой-то семьи хотя вы сейчас начнете мне говорить что вот они там она уже станет когда войну прожили и все такое прочее но когда останавливается строительство государства когда останавливается строительство города когда умирает последний гражданин если она все еще гражданин то она должна участвовать, продолжать участвовать в обществе. Ну, во всяком случае, право голоса у нее есть, значит, она участвует. Короче, героям, ну, кто вот это вот, ребят, кто это записал, вы, конечно, ну, молодцы, что не любите подонков, но вы дошли до крайностей. К сожалению, нет куска видео, может быть, вы после помогли сами финансово женщине за то, что уничтожили. Если нет, то, ну, позор на вас. Насчет старушек, ребят, передайте своим бабушкам, что можно брать любые наборы, вообще неважно, деньги дают, берите деньги, не суть. Суть в том, что не обязательно голосовать за тех, кто сейчас, и что нужно пытаться разбираться в ситуации, пытаться смотреть чуть-чуть шире, дальше своего дома или холодильника, или телевизора. Нужно пытаться понимать, что творится и что нас ждет завтра. От этого, собственно, и зависит наше общее будущее. А команда Зеленского таки обосралась. Кажется. Ну все, пока.